МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости, о которых сегодня говорят. В одной из московских клиник 9 человек потеряли зрение после посещения офтальмолога. В Пермской столице установлен арт-объект из 33 букв алфавита, каждая из которых страница путеводителя по городу. О самом важном и интересном готовы рассказать и новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Деньги в трубу или насильно мил не будешь. Жители 9-го дома на проспекте Ленина узнали на деле, что такое капремонт. Для обновления канализации им без предупреждения отключили воду и перекрыли доступ к санузлу на 2 месяца. В ответ жильцы объявили войну инициатором нежданного ремонта. Вот объявление можете почитать с 28 по 26 ноября. Это 2 месяца. 2 месяца без воды и туалета. Такая перспектива жильцов этого дома, который попал под программу капремонта, совсем не радует. Уже сегодня у Александры Ивановны крану пустые, туалет не смывает. Нужно умыться, воды нет. Выхожу на балкон, смотрю, рабочие бегают, расклеивают объявления. Что за объявление клеите вы? Они говорят, не будет воды у вас. Так я говорю, нужно давать заранее же объявление. Как нам сказали, так мы и клеим. Вот и все. А успели набрать воды? Нет, воды не успели набрать. Туалетом нельзя будет пользоваться, в общем-то. Придется на улицу идти. Объявление повесили поздно. Уже после отключения дома от благ цивилизации. Подвоза воды нет. Оказывается, фонд капитального ремонта решил отремонтировать трубы. Председатель совета дома уверяет, что первый раз слышит об этом. Да и раньше проблем с канализацией не было. Конечно, не знали. Нас вообще никто не посвятил. Я звонил сегодня в администрацию, мне говорят, так мы же вам в начале года объявление у нее. Я говорю, знают, что нам хотели крышу ремонтировать. А почему вдруг кинулись на канализацию, нам ничего не понятно. Простые рабочие ничего ответить не могут. Им только показали фронт работ, который по планам должен выполняться два месяца. Нам сказали сделать, мы делаем. А что как сказали конкретно сделать? Трубы поменять. Жильцы этого дома утверждают, что такой насильный капитальный ремонт им вовсе не нужен. Остаться зимой без воды и санузла никто не желает. Сегодня на место проведения ремонтных работ приехал директор подрядной организации, который пояснил, что останавливать ремонт он не имеет права. Фонд капитального ремонта Перского края заказал проект. Нам сейчас нужен разрешение на земельные работы. Этот проект прошел экспертизу государственную. После этого был размещен заказ на исполнение данных работ подрядчиком, которым мы являемся. Не выполнять эти работы мы не можем. За кадром подрядчик сообщил, что фактически работы в одном подъезде займут один день и потери будут не такими глобальными. Только люди обещаниям на словах не верят и требуют прекращения работ. Мы пытались связаться с представителем фонда капремонта у нас в городе. Никто на звонок не ответил. В ближайшее время мы постараемся выяснить, почему капремонт стал непрошенным гостем в этом доме. Екатерина Федорова, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Все свое ношу с собой. Жители аварийных домов, переезжающие на правобережье Березняков, стараются по максимуму опустошить оставляемые квартиры. Почему на переселенцев могут завести уголовное дело? Подробнее Екатерина Федорова. Жильцы этой квартиры съехали вчера. Забрали с собой все вещи, документы, окна и даже железную входную дверь. Осталась всего лишь простая межкомнатная. Окна в квартиру заколочены досками. Судя по всему, снятыми с пола. Потемина 2. Заколоченные окна сразу бросаются в глаза. Соседи Ольги, что на втором этаже аварийного дома, уже переехали в новый микрорайон. Сама молодая мама планирует отправиться на правый берег в ноябре. Но боится до этого времени замерзнуть с детьми в доме без окон. Ну, если нас не переселят, я надеюсь, что нас переселят. А так, если будет холодно, то, конечно, нам это будет доставлять неудобство. Тем более, у меня ребенок маленький и очень часто болеет. Подобный случай произошел и в доме на Мира 50. Переселенцы сняли стеклопакет и закрыли окна фанерой и пленкой. Не задумавшись над тем, что остальные жители аварийного дома еще не переселены. В администрации заверили, что управы на жильцов, рассуждающих по принципу «все свое ношу с собой» есть. На каждого будут писать заявление в полицию. По гражданам, которые демонтировали окна, мы вынуждены будем писать в полицию, потому что мы считаем, что здесь уже факт мошенничества. То есть им была предоставлена пригодная для проживания квартира, а город в результате получает, можно сказать, уже разрушенную квартиру. Как сообщили в Управлении земельных и имущественных отношений, люди, живущие в аварийных домах, могут при переезде забирать свои газовые плиты, кухонные гарнитуры, практически все, но не окна. Все консультации переселенцы могут получить по адресу Карла Маркса, 50. Екатерина Федорова, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Социальная неотложка. Министерство социального развития Пермского края совместно с общественными организациями реализует проект «Скорая социальная помощь». В рамках проекта запущена бесплатная круглосуточная горячая линия, на которую могут позвонить люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. С мобильного телефона на горячую линию можно позвонить, набрав 066. Это единый телефон по Пермскому краю. Операторы колл-центра организуют экстренную оперативную социальную помощь. Напомню, в нашем городе социальную помощь людям в трудной жизненной ситуации, утратившим социально полезные связи и лицам без определенного места жительства, оказывают в Центре социальной адаптации. Там нуждающимся в помощи предоставляют места для временного пребывания и ночлег. Женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию или ставшие жертвами домашнего насилия, могут обратиться за помощью в кризисное отделение Центра социальной адаптации, по телефонам которой сейчас на экране. Я бы в медики пошел, пусть меня научат. В Пермском крае действует программа целевого набора студентов-медиков. Чем заинтересовывают молодые врачебные кадры прикамские власти в сюжете наших коллег из телекомпании «Ветта». Детским врачом может стать не каждый, считает пермячка Ульяна Киселева. К новому педиатру женщина приводит своего ребенка во второй раз. И даже за такой короткий срок успела понять. Этому врачу можно доверять. Ребенок спрашивает, а как зовут доктора. Хочет запомнить, как зовут, чтобы знать, к кому он идет. Вот когда ему говоришь, ты идешь к Светлане Сергеевне. Он очень рад. Впрочем, рада и сама Светлана Сергеевна. Еще будучи студенткой медицинского университета, она решила – станет педиатром. В интернатуру пошла по целевому набору. Теперь на протяжении трех лет будет работать в шестой детской поликлинике в Перми. Ты знаешь, что после окончания у тебя будет стопроцентное уже место работы. Это большой плюс, потому что не надо самому бегать, искать. Всего по краю этой осени в больнице трудоустроились более ста врачей. Это и кардиологи, и хирурги, и офтальмологи, терапевты, стоматологи. Сегодня в шестой детской поликлинике работает два интерна-целевика. Мы заключали трехсторонний договор с медицинским университетом, с учащимся и между нашим учреждением. Нам пришли на работу два врача-педиатра, которые очень быстро влились в рабочий процесс. Дополнительно студентам-целевикам из краевого бюджета выплачивается от полутора до пяти с половиной тысяч рублей ежемесячно. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено около 30 миллионов рублей. Целевой набор студентов – это один из тех механизмов, которые позволяют так или иначе компенсировать дефицит медицинских кадров, сохранить баланс между краевым центром и территориями. Ну и потом, я думаю, что на самом деле это в какой-то степени должно быть интересно и целевикам. Развитие здравоохранения в Пермском крае – одна из приоритетных задач губернатора Виктора Васаргина. По словам экспертов, уже видны результаты. За последние три года в регионе прекратился отток врачебных кадров в медицине. Укомплектованность кадрами в этой отрасли увеличилась до 86%. В этом году по целевой программе в Пермский государственный медицинский университет поступило порядка 350 студентов и интернов. А значит, уже в следующем сезоне краевые поликлиники вновь пополнятся новыми молодыми кадрами. Сегодняшний выпуск – последний в этом месяце. Это значит, пришло время рассказать, чем запомнилась прошедшая 30-сидневка. На канале обзор самых главных событий в нашем традиционном итоговом дайджесте. В начале месяца информационное поле взорвало сообщение о хищениях в управлении Березняковской полиции. Бывшего главбуха отдела обвинили в присвоении денег, предназначенных для оказания материальной помощи сотрудникам. Сейчас это дело разбирается в местном суде. Хищения я никакого не совершала. Обвинения мне непонятно. Я не понимаю, что я вообще совершила. Также в этом месяце в присвоении чужих денег уличили сотрудницу службы судебных приставов. Она взяла у должника деньги в счет погашения задолженности и положила их к себе в карман. Женщина, проработавшая на государственной должности 7 лет, уволена и ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. В сентябре был подведен итог нашумевшего дела Лысинского детоубийцы, который на протяжении нескольких лет издевался над своим сыном, насиловал, а потом убил и утопил тело в проруби. Садист получил максимальную меру наказания – пожизненный срок. Сказал то, что если распространим какую-то информацию о происшествии, что он сделал с Данилом, то будет всем плохо, что мы живыми, мы из этого дома не выйдем. В этом месяце Березняковской станции «Неотложик» самой понадобилась срочная помощь. Практически в одно время в городе произошли сразу три серьезных аварии с участием медицинских спецавтомобилей. Два автомобиля интенсивной терапии выведены из строя. Машины имеют такое обыкновение выходить из строя, особенно от Шказели, то, возможно, будет отсутствие одной-вух бригад. Главное политическое событие сентября – выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Пермского края. Явка избирателей была катастрофически низкой. Между тем, выборы состоялись, и лидером по числу отданных голосов в Березняках стала партия «Единая Россия». Все равно не от нас это зависит, от количества голосов. Не только квартиры, но и души горожан согрела в этом месяце новость о начале отопительного сезона. Однако, вопреки постановлению мэра, долгожданное тепло пришло не во все дома. В течение следующих двух недель березняковцы смогут пожаловаться на нерадивых коммунальщиков по телефону экстренной службы 112. Я не хочу в холоде жить. Я сейчас уже кашляю. Долгожданным событием в сентябре стало и открытие улицы Пятилетки после ремонта. Но даже затянутые сроки строительства не позволили подрядчику выполнить весь объем работ. А грехи и недочеты дорожников устраняются до сих пор. Бабушка старенькая идет, ее немножко пошатнуло и все. Нет, это неправильно сделали. Поставили бы какие-то ограждения, как вот там на остановке у ЦУМа. А теперь к новостям приятным и радостным в этом месяце отпраздновала юбилей танцевальная легенда Галина Цыганова, практически родоначальник хореографии в Березниках. Поздравление от почитателей, таланта танцовщицы и педагога превратилось в огромный праздник. Город наш живи! Город действительно белых живи, который меня принял, обнял, поверил, я счастлива. Ну и конечно, главное событие месяца для школьников и их родителей – начало нового учебного года. Кто-то уже с опытом и знаниями перешагнул в следующий класс, другие же впервые вдохнули запах школьных коридоров и аудиторий. А что ты с мамой с папой пообещаешь? Хорошо учиться. Итоги месяца подвела Александра Зеленина. Продолжу выпуск с новостей культуры. Объединение поколений. Накануне люди разного возраста встретились, чтобы почтить память нашего земляка Алексея Решетова. Поэт внес огромный вклад в русскую литературу и до сих пор его творчество волнует души людей. Одно имя и масса эмоций. Творчество Алексея Решетова, пожалуй, каждый может назвать прекрасным. И вместе с цветами навстречу к памятнику поэта люди несли свои трепетные чувства. Мне повезло быть в числе близких друзей Алексея Леонидовича. Мы с ним были очень дружны. Вместе работали, вместе думали о том, как создать литературное объединение. Это литературное объединение под названием «Элита» работает в нашем городе уже более 20 лет. Лучшие литературные традиции, заложенные Алексеем Решетовым, продолжают жить и сегодня. И также по традиции в Центральной библиотеке состоялся вечер памяти создателя бессмертных стихов, автора более 800 произведений. Алексей Леонидович Решетов – тонкий лирик. Стихи у него глубокие, проникновенные. И Решетов гениален просто потому, что все время поет в душе его строчки. Вкус мячихи маки в огороде, я жил далеко на Урале, березники мои березники, мой город тихий невелик. Вот эти строчки, они постоянно в душе, и их хочется постоянно цитировать. Душевные строки заставляют читателей размышлять, вызывают самые прекрасные эмоции – радость или печаль, излучают позитивную энергию или пробуждают тихую нежную грусть. Самые яркие и чувственные стихи накануне звучали в березниках в память о литературном герое нашего времени. И льются нянюшкины песни, как будто слезы по щеке, и драгоценные желчки на перстни висят на пушкинской руке. И на одной из стен лачушки в глухом, неведомом краю, тем стихотворца тенью кружки пьет участь горькую свою. Александра Зеленина, Сергей Александров, новости на ТНТ. Вперед малыш! В воскресенье пройдет ставший уже традиционным чемпионат ползунков. На забавные соревнования приглашаются дети, умеющие ползать или даже уже бегать вместе со своими родителями. Возрастное ограничение для маленьких участников забега до 4 лет. Малыши будут соревноваться в 7 возрастных категориях. Самым маленьким до года предстоит преодолеть несколько метров ползком. Родители, готовьтесь пустить в ход все свои хитрости. Самых быстрых детей ждут чемпионские награды, ценные призы от организаторов забега. К слову, в прошлом году в чемпионате ползунков приняли участие более 80 малышей. Мероприятие пройдет во дворце спорта «Темп» начало в 10 утра. Следующая новость будет как раз по вкусу малышам. У нас в городе продолжают гостить чудесные пушистики. Мягкие и забавные создания радуют посетителей выставки своим обаянием и приветливостью. Сегодня Екатерина Федорова вместе со своей племянницей открыли для себя удивительный мир животных. На птичка, кушай! Незабываемые эмоции для детей. Кира кормит хлебушком домашнюю птицу Цесарку. Восхищенные глаза ребенка заметили в вальяжных кроликов. Их можно покормить морковкой. Сначала страшно, а потом ребенка не отвезти от этих милых созданий. Иди, сене! Иди, сене! Морская свинка – бегемотик. Лысый грызун поначалу стесняется камеры, но быстро привыкает. Стоит отметить, что морские свинки – самые беззащитные и безобидные существа. За ними очень интересно наблюдать как взрослым, так и детям. Пушистые, нежные, удивительные создания радуют всех посетителей выставки. С нами на экскурсию к пушистикам пришли ученики коррекционной школы. Впечатлений хоть отбавляй. Ты такой маленький, красивый. Как тебе здесь поживется? Чем тебе понравился кролик? Ну, то, что у него уши большие. Удивительно, да? Лапы такие острые. Не знаете. Молодой человек, как ваши дела? Хорошо? Все хорошо. У каждого посетителя выставки есть возможность погладить, потрогать, потискать кроликов, потрогать их за ушки. Може мой, какие они милые. Можно их домой заберу? Познавательной оказалась история про кролика Рекса. В 16 веке царю привезли в подарок кролика из Германии. Это был Рекс. Из его шерсти шили королевские мантии. Сверху он черный. А снизу, покажись, белый. Кстати, поведение у него царское. Он очень спокойный и величалый. Юрка-белка пытается нас напугать, потом понимает, что это бесполезно. И начинает шутить над нашим оператором, ускользая от объектива. Грызуны и пернатые будут гостить у нас до 9 октября, включительно в торговом центре галереи на втором этаже. А наш совместный поход на выставку с племянницей запомнится надолго. Да и к семейному архиву добавилась фотография. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на Тенте. Вернемся к взрослым темам. В городе завершается подача тепла и большинство березняковских квартир уже отапливается. Тогда как поддержание оптимальной температуры в частных домах – это забота о самих хозяев. Евгения Кокшарова расскажет, как выбрать дрова, чтобы всю зиму ваш дом был теплым и уютным семейным гнездышком. Отопление дома дровами может быть вызвано не только необходимостью, но и собственным желанием. Ведь горящие поленья выделяют много жара, обеспечивают целебные эффекты, создают необыкновенную атмосферу в доме. Ведь согласитесь, как приятно провести холодный осенний вечер у теплого камина под треск дров. Чтобы всю зиму в вашем доме было тепло и уютно, а банька была жаркой и целебной, уже сейчас задумайтесь о заготовке дров. Для отопления своего дома лучше выбирать березовые дрова. Они дарят тепло. Подходит также дрова из осины, так как осина очищает дымоход. А вот от деревьев хвойных пород лучше отказаться, так как ели сосна, а дымоход наоборот – загрязняют. Не секрет, что поленьи свежесрубленного дерева вне зависимости от погоды горят плохо, долго не разгораются, дают меньше жара и коптят. Для того, чтобы процесс сгорания обеспечил максимум тепла, древесина должна быть хорошо высушена. Содержание влаги не более 15-20%. Уточните длину дров и форму поставки. Дрова могут быть длиной от 20 см до 1 метра. Выбирайте оптимальный размер для вашей печи. Можете измерить длину горнила с помощью рейки. Спросом пользуются 40-45 см. Это обычно так. А есть еще печки, которые идут от 35 до 50 см. Это новые, которые идут. А больше пользуются, конечно, 40-45 см. Чтобы правильно заготовить дрова, необходимо потратить немало сил и времени. Если ни того, ни другого не хватает, а жить в тепле все-таки хочется, оптимальный выход – заказать древесину. В Березняках есть большая база по заготовке дров из березы и осины. Телефон, по которому вы можете заказать топливо для своих печек, увидите на экране. Звоните и заказывайте дрова любых размеров и в любом количестве. Ехать за ними не нужно. Топливо в поленьях привезут прямо на ваш участок. Причем доставка абсолютно бесплатна и в Березняки, и в близлежащие города и поселки. Записывайте номер доставки дров прямо сейчас. И пусть ваша зима будет теплой и комфортной. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Новое всегда лучше старого. В центре Березняков идет строительство современного жилого дома. У горожан есть уникальная возможность приобрести новые квартиры по цене вторичных. Екатерина Федорова расскажет подробнее о выгодной сделке. Счастливый обладатель квартиры в новостройке Екатерина. В следующем году девушка со своей семьей собирается переезжать в новое жилье, которое пока только на чертежах. Мы думали квартиру купить еще около года. Выбирали, у нас было очень много вариантов. Но решили все-таки покупать квартиру в новом доме, так как цена равна, что и на вторичном рынке, что и в новом доме. Ждем, не дождемся, честно, когда уже стройка пойдет к концу, чтобы увидеть воочию, что мы приобрели. Сегодня Екатерина наблюдает за строительством и уже примерно знает, в каком именно месте будет находиться ее будущая двухкомнатная квартира. Проект застройки современного пятиэтажного дома по адресу Ленина, 57А, уникален. Продумано все до мелочей. Уютный и тихий район. Рядом развитая инфраструктура. Парковка, детская площадка. Четыре подъезда на 80 квартир. Удобные и практичные однушки общей площадью 33 квадратных метра. Их стоимость 1 миллион 290 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры продаются тоже по цене вторичного жилья. 52 квадратных метра всего за 2 миллиона 50 тысяч. Просторные трехкомнатные почти 70 квадратов на начале строительства продаются за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Если заключать договор сегодня, сегодня это будет дешевле. У нас идет начальная стадия строительства. В последующем стройка будет увеличиваться, темпы расти и цена будет тоже расти. Поэтому есть смысл покупать квартиры именно сегодня, сейчас. Возведением нового многоквартирного дома в центре города занимается проверенный подрядчик. Сейчас по первым двум подъездам ведутся строительные работы по устройству стен технического этажа. Одним словом, работа кипит полным ходом. Далевое строительство – это не только новые квартиры по цене вторичных, но и риск остаться обманутым дольщиком. Однако директор агентства недвижимости с многолетней репутацией с уверенностью заявил, объект будет сдан, есть официальная страховка. Поэтому негативные варианты отпадают. Дом все равно будет в любом случае достроен. Поэтому этот вариант будет исключен. Оформить договор участия долевого строительства новой квартиры можно в офисе компании «Метражи» по адресу Пятилетки 50. Новоселы заедут в свои долгожданные заветные квартиры практически через год. Сдача готового объекта планируется на третий квартал 2017 года. А пока вы мечтаете о новой просторной квартире, другие идут в офис компании скупать новое жилье на Ленина 57А. Кстати, квартиры в новом доме осталось не так уж много. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на Тенте. Хрупкий возраст. Уже завтра, 1 октября, во всем мире отметят День пожилого человека. Сегодня в Березняковском доме-интернате для престарелых чествовали тех, кто нуждается в заботе, как никто другой. А чего, а чего, а чего мне зацветло? Как лучик света для них редкие встречи с молодежью. Сегодня в интернате для престарелых праздник. Но на изрезанных морщинками лицах читается грусть. Ведь каждый из них очутился здесь не от хорошей жизни. А в Густе Ильинишне, 85 из них почти 10 лет, одинокая женщина живет в казенных стенах. Попадал случайно сюда. И жара в больнице. А потом, когда мне из больницы писать стали, у меня из комнаты заявили в квартиру. Там больно. И все было здесь в квартиру. Перед такой непростой публикой выступают непрофессиональные артисты, а простые школьники и студенты из Березняковского совета молодежи, которые просто так пришли поднять настроение одиноким и больным людям. Ну, все-таки уважать таких людей надо. Ходячие библиотеки. Как опытные люди знают прошлое. На сцене, когда выступал, видел даже в глазах престарелых людей, и они видят, что нужны кому-то. Ребята хорошо пришли, выступают очень хорошо. Спасибо скажем, и пусть приезжают. Для молодых волонтеров такое спасибо – лучшая награда. В администрации дома-интерната говорят на чистоту. Их подопечных навещает в основном перед днем пожилого человека. В этом месяце каждый день расписан по два-три концерта. Так что для этих пожилых людей октябрь – самый долгожданный месяц. А мы вышли на улицы города и поняли, что мир полон добрых людей. Юные березняковцы, увидев нашу камеру, наперебой поздравляли своих родных. Хочу поздравить всех пожилых людей с праздником. Желаю всем жить счастливо, долго, можно дольше радоваться жизни. Поздравляю своих бабушек Таню, бабушку Римму и дедушку Петю. Желаю всем счастья, здоровья, удачи, благополучия. Чтоб всегда были на веселе, радостные. Чтоб внуки любили. Бабушка Тамара, дедушка Миша, всем привет. Бабушка Люда, дедушка Саша, поздравляю вас с днем пожилого человека. Мы вас очень любим. Привет, бабушка Люба, дед Олег, бабушка Надя, дед Сергей. Поздравляю вас с днем пожилого человека. Желаю, чтобы вы побольше жили. Поздравляю всех пожилых людей, люди серебряного возраста, бабушек, дедушек. Чтобы не забывали, помогали постоянно внуки, дети. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43-17-11. Это были главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и отличных вам выходных.